Друзья, всем привет! С вами я, Карлсон. Я тот самый блогер, у которого нет собственной студии, поэтому мне приходится скитаться по различным крышам, скверам и дворам для того, чтобы снять очередной ролик. И сегодняшний ролик у нас будет новостной, в котором мы обсудим три темы. Первая из которых будет выход новой Mazda CX-9 на российский рынок. В этом году она по-любому будет в салонах, поэтому цены комплектации мы с вами обязательно обсудим. Второе. Мы обсудим ценообразование на немецкую тройку. Многие спрашивают, почему же такие большие скидки получаются на автомобиль, когда, например, на тех же самых корейцев можно торговать совсем чуть-чуть. Это мы сегодня тоже обязательно затронем. И третье. У меня будет к вам предложение по организации некого сговора для покупок новых автомобилей. Тема интересная, это, так сказать, идея, поэтому досмотрите ролик до конца или на короняк перелистайте в конец, чтобы выслушать ее и высказать ваше мнение. Обо всем по порядку, не будем размазать кашу по тарелке, мы начинаем прямо сейчас. Поехали! Первое, с чего мы начнем, это выход модели CX-9 от Mazda на российский рынок. Уже есть официальный развед данные от дилеров, то, что автомобиль 100% появится до конца года. У них уже в распоряжении есть винномер автомобиля. И также они знают то, что нам привезут две комплектации. Предмаксимальную и максимальную. Автомобиль уже вовсю продается в США и в Канаде. Поэтому всем, кому интересно, вы запросто можете зайти на YouTube, вбить поиск и посмотреть русскоязычные обзоры. Так как наши соотечественники беглые уже давным-давно все поснимали, рассказали про автомобиль. Я же по ходу рассказов вставляю лишь некоторые кадры, чтобы у вас появилось некое представление о машине. Что нас с вами может интересовать в первую очередь? Конечно же цена. Так как по предварительным данным автомобиль обещают за 3 миллиона рублей. Что я считаю вообще баснословные деньги для данной машины и спрос на нее будет крайне мал. На этом я хочу становиться более подробным. Так как я предполагаю, что автомобиль будет гораздо дешевле. Как вы знаете, я никогда не беру цены с потолка, а провожу свои маленькие независимые расследования. И сейчас мы это сделаем вместе с вами. Для этого нам понадобится компьютер и всемирная сеть. Прямо сейчас мы заходим на официальный сайт Mazda USA. Это американский сайт компании Mazda. И что мы видим по ценам? Ну смотрите, в первую очередь мы смотрим трешку седан. Почему именно трешка? Именно с нее все модели начинаются у нас в России. У них цена составляет за базовую версию 18100 долларов. Умножаем на текущий курс 60 рублей. Итого на наши деньги эта цена получается 1 миллион 86 тысяч рублей. У нас же базовая версия стоит 1 миллион 180 тысяч рублей. Что на 110 тысяч рублей дороже. К чему я это? Вот здесь сейчас очень внимательно. Смотрите, у нас трешка единственная модель, которая до сих пор собирается в Японии. И именно поэтому данная модель стоит на 110 тысяч рублей дороже. Я стараюсь быть максимально объективным. Почему я умножаю на 60? Сегодня у нас 17 августа 2017 года. И текущий курс в среднем 60 рублей. Следующая модель Mazda 6 седан. Прайсовая цена в Америке 21 945 долларов. Умножаем на 60 и получается 1 миллион 316 тысяч рублей. Смотрим нынешнюю цену в России 1 миллион 324 тысячи рублей. Мазда 6 собирается в России, поэтому цены, как вы видите, уже на одном уровне. Смотрим модель CX-5. Стартовая цена в США 24 045 долларов. Умножаем на 60. 1 миллион 442 тысячи 700 рублей на наши деньги. Смотрим цену в России 1 миллион 431 тысяча рублей. Таким образом мы видим то, что наши цены сходятся. И именно на основании этой информации мы подкрадываемся к модели CX-9. В Америке модель представлена в четырех комплектациях. Но на первых двух базовых мы остановимся совсем чуть-чуть. Первое. Комплектация стартует с 31 тысячи 500 долларов. Что в пересчет на наши деньги составляет 1 миллион 900 тысяч рублей. Их мы отодвигаем в сторону. Нас интересует предмаксимальная комплектация. Она называется Grand Touring. И максимальная комплектация, она называется Signature. Так вот предмаксимальная комплектация там стартует по цене 42 270 долларов. Что на наши деньги означает 2 миллиона 536 тысяч рублей. И вот здесь очень важная тонкость. Помните в самом начале я сказал то, что трешка у нас собирается до сих пор в Японии. Поэтому она на 100 тысяч рублей дороже. Вопрос. Где будут собирать этот CX-9? В России или же его притащат к нам с Японии? Вот здесь интересно узнать тех, кто работает на заводе. Друзья, если у вас есть разведданные, напишите в комментарии, есть ли у нас какие-то подвижки на заводе. Если же машины потащат напрямую с Японии, то предмаксимальную комплектацию стоит ожидать по цене 2 миллиона 700 тысяч рублей. Максимальная же комплектация в Америке предлагается по цене 44 300 долларов. Что в пересчет на наши деньги 2 миллиона 638 тысяч рублей. Сюда мы присуем соточку. Таким образом цена составит порядка 2 миллионов 800-850 тысяч рублей. На основании всего вышесказанного давайте подведем краткий ценовой итог. Предмаксимальная комплектация, самая дорогая версия, с учетом того, что приедет с Японии, 2 миллиона 700 тысяч. И максимальная комплектация 2 миллиона 850 тысяч. Как вы знаете, поначалу Мазда, конечно же, не будет торговаться. Но пройдет пару месяцев и как минимум с каждой комплектации уже можно будет сбивать 150-200 тысяч рублей. Таким образом ожидать ценник можно на автомобиль в предмаксимальной комплектации 2 миллиона 500 тысяч рублей. И в максимальной комплектации 2 миллиона 650 тысяч рублей. Если же автомобиль будут собирать и вовсе у нас в России, то цена будет еще ниже. Отсюда я хочу задать в первую очередь вопрос вам, дорогие мои Моздоводы. Как вы считаете, подъемная это цена или нет? Вот на секундочку хочу рассказать вам один простой пример. Вот вы знаете то, что вышел новый CX-5. Я недавно был у дилера, общался по продажам и знаете, я был удивлен. На самом деле сейчас максимальный спрос идет на именно топовые версии. Вот найти сейчас автомобиль Мазда CX-5 с 2,5 литра в максимальной комплектации, которая стоит 2 миллиона и выше, нереально. А вот найти базовую версию 2-литровую в комплектации Актив, это самая стандартная версия, ну комплектация Драйв, это реально. Вот понимаете, миллион четыреста люди не хотят брать, а миллион восемьсот, миллион девятьсот, два миллиона расходятся на ура. Лично мне очень интересно дождаться от этого автомобиля, увидеть официальные цены, подождать месяцок-два, поторговаться, так как ему конкурентов я, собственно говоря, особо не вижу. Не надо считать меня Мазда Дрочером, нет. Друзья, просто напишите ваше мнение, что бы вы взяли в альтернативу, допустим, Майзи ЦХ9 за бюджет 2 миллиона пятьсот, 2 миллиона семьсот тысяч рублей из кроссоверов. Подчеркнусь, семиместных кроссоверов. Данный вопрос был у нас самый длинный, по нему вся информация высказана, мы переходим дальше. Второй темой мы затронем цены образования на немецкие автомобили. Вот знаете, когда я снимаю различные ролики, вы частенько спрашиваете или удивляетесь, как так на Ауди новую 900 тысяч скидка, полтора миллиона скидка, на БМВ 500 тысяч скидка, на Мерседес 300 тысяч скидка, откуда берутся такие скидки? Друзья, давайте сейчас обо всем этом по порядку поговорим. Но в первую очередь никаких скидок как таковых нету. Это все маркетинговая уловка. Немецкая тройка это три хорошо раскрученных бренда, которые уже давным-давно между собой постоянно конкурируют. Сюда же можно также добавить такие марки, как Porsche, Land Rover, Jaguar. Это действительно дорогие автомобили, на которые идет бешеная накрутка за их статусность, за их значки, за их эмблемы. Обратите внимание, когда вы заходите на их сайт и пользуетесь конфигуратором, вы выбираете какую-то легкую функцию, например, поставить камеру, а она плюсуется сразу аж в 70 тысяч рублей. Вы хотите поставить навигацию, например, у BMW в виде НБТ, вот этой многофункциональной системы, 300 тысяч рублей. А на стороне точно такую же систему вы можете поставить за 50 тысяч рублей. И она ничем не будет отличаться, это будет все то же самое. Камеру на стороне вы можете поставить за 20 тысяч рублей, за 10 тысяч рублей. Цена гораздо ниже. Все это бешеные накрутки. И таким образом, когда вы посмотрели автомобиль, и он составляет, например, по предварительной цене 2 миллиона 700 тысяч рублей, вы приходите в автосалон. Если вы дадите понять менеджеру то, что вы действительно зашли сюда с целью дальнейшей покупки, а не просто так проходили мимо и хотите скоротать время, он однозначно вам сделает скидку. Вам даже просить ничего не придется. Я лично езжу по салонам, общаюсь с ними. И я уже неоднократно нарывался на то, что заходишь в салон, берешь комплектацию, и тебе говорят, смотрите, цена 2 700, но для вас сегодня 2 400. Да не для меня она, она для всех такая цена будет со скидкой. И поэтому их можно дожимать, их можно сталкивать лбами. Таким образом, цены будут падать вниз. Но подчеркиваю, дилер никогда в убыток себе не продаст автомобиль. Такое, конечно же, может быть, но это редкий случай, когда нужно продать какую-то редкую машину для галочки. Но в большинстве своем автомобилей, которые уходят с минимально возможными ценами, все равно уходят с плюсом для компании. Вы отмечаете то, что такие скидки, они скорее подрывают авторитет бренда. Мол, приходишь в компанию, 3 миллиона, а тебе запросто делают 500-600 тысяч рублей. Но это такой ход маркетинговый, в этом не стоит удивляться. Потому что, поймите правильно, когда человек приходит за автомобилем условно в 5 миллионов рублей, и если ему сделают подарок в виде 20 тысяч скидки и постелят коврики в салон, но он только рассмеется в лицо. А когда ему говорят то, что, смотрите, специально для вас мы сделаем 400 тысяч рублей скидка, это уже, понимаете, психологический эффект. Все, ничего себе, 400 тысяч. И в большинстве своем люди, которые случайно заходят в эти салоны, которые не ездят по другим дилерам, не торгуются, приходят, получают хорошую скидку и очень довольны, уезжают домой на новом автомобиле. Ожидать таких же грандиозных скидок от корейцев, японцев никогда не стоит. Там совсем другой принцип продаж, совсем другой подход. Корейцы занимают свою нишу, и у них накрутка на автомобиле намного ниже, чем у тех же самых японцев. А у немцев накрутка на автомобиль намного выше, чем у тех же самых японцев. Понимаете, здесь очень много тонкостей, но факт остается один. Скидок как таковых нет, это просто все уловки. Поэтому никогда не торопитесь с покупкой. Не стоит покупать автомобиль у первого дилера. Всегда обзванивайте всех до конца, потому что от месяца к месяцу всегда предложения поступают разные. И если ты хочешь сэкономить, однозначно торгуйся до последнего. И третья тема, о которой мы поговорим, это сговор на покупку новых автомобилей. Но для этого я предлагаю присесть и провести диалог более конфиденциально. Друзья, ну смотрите, что я вам собственно хочу предложить. Нам в первую очередь нужно скооперироваться. Сейчас это все на уровне идеи. И эту идею предложил один из наших акционеров. Как-то давно он об этом упоминал, я долго об этом думал. И вот что она собственно в себе несет. Мы определяем модель. Это однозначно будет автомобиль от миллиона до двух миллионов рублей. Пусть это будет Mazda 6, Toyota Camry, это может быть Kia Optima, это может быть Skoda Octavia. Не важно. Предлагайте в комментариях, что мы сделаем. Далее. На осень мы собираем тех людей, вы пишите мне, кто действительно хочет купить данный автомобиль. Не важно какая комплектация, не важно какие условия покупки. Кредит, трейдинг. Все буду прописывать индивидуально. Нам нужно собрать как минимум пять человек. Для того, чтобы я, имея этих пятерых человек, мог позвонить каждому дилеру и сказать, Друзья, смотрите, я вам могу привезти пять человек, которые в один-два дня у вас заберут эти пять автомобилей. Но с вас нужны реально крутые условия. Чтобы это были максимально возможные скидки, чтобы это были хорошие подарки. Чтобы каждый из покупателей был доволен. Здесь же я хочу сразу отметить такой момент. Если кто-то подумает о том, что я тут чего-то пытаюсь мухлевать и буду договариваться с дилерами, Мол, вот пять человек у тебя купят, а вы мне потом по десяточке за каждого дадите. Шампур в ухо. Вот шампур в ухо. У каждого блогера сейчас на ютубе, я так посмотрел, есть какие-то проекты. Многие покупают машины разбитые, начинают их ремонтировать. Другие делают из них вездеходы, плавающие, летающие машины. А у меня вот с вами, акционерами, будет вот такой проект. Я должен сделать для вас гуд прайс. Но согласись, я могу сейчас вас собрать пятерых, десятерых, неважно. Чем больше народу, тем лучше привезти. И таким образом мне самому интересно посмотреть, как отреагирует дилер. Наверняка ему будет интересно продать много машин разом. И сделать таким образом хорошую цену. Если это дело пойдет, ну тогда мы сможем сначала, например, прокатим там условно Тойоту. Потом мы прокатимся по Шкоде. Таким образом мы с вами будем экономить денежку. Все это выношу как идею, поэтому пишите ваши комментарии. Я знаю, люди вы многие адекватны. Поэтому наверняка что-то интересное посоветуете. Ну и придем к общему знаменателю. Сделаем первые шаги. Бросать это однозначно нельзя. Нужно попробовать как минимум провести хотя бы один раз всю эту идею. Вот такой у нас сегодня получился ролик. Сами понимаете, все эти три темы вставить куда-то в один из обзоров автомобиля нереально. Это будет вообще не в тему. А как отдельный видеоролик, я думаю, это будет нормально. В дальнейшем будем продолжать что-то экспериментировать. Пробовать подобного рода снимать, рассказывать, делиться, собирать с вами вместе информацию. У меня на этом все. Обязательно подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Ставьте обязательно лайки, дизлайки. Пишите комментарии, высказывайте полностью ваше мнение. Обязательно подпишитесь на инстаграм канала. Там всегда выходят только анонсы. Там мы обсуждаем темы предстоящих видеороликов. На этом у меня все. Спасибо за просмотр. До новых встреч. Всем пока.